В эфире программа ОМК ТВ в студии Софьи Степкина. Здравствуйте! Новый взгляд на события Великой Отечественной войны, наполненные неизвестными фактами, интересными подробностями, душевностью, с которой о фронтовых буднях пишет простой русский солдат. Управление корпоративных коммуникаций ОМК совместно с медиа-центром выпустили уникальную рукопись минометчика Андрея Авдеева. Дневник Деда Андрея издается впервые. Презентация книги, посвященной 75-летию Курской битвы, прошла в библиотеке имени Пушкина. Когда свидетели Великой Отечественной войны в живых остаются единицами, нечаянно найденные в семейных архивах военные рукописи, написанные от первого лица, воспринимаются настоящим историческим подарком. Записки минометчика, участника Курской битвы Андрея Авдеева, отпечатанные на машинке, хранились в его семье больше 60 лет. Читали их только близкие, читали и восхищались. До издательства дело не доходило, пока значимость первоисточника не оценил заместитель председателя правкома ОМК Сергей Коршиков. Он показал рукопись начальника управления корпоративных коммуникаций комбината Михаилу Каширину. Тогда и было принято решение опубликовать исповедь солдата в газете «Электросталь». Так у дневника Деда Андрея появился широкий читательский круг. Металлургам прочитанное понравилось. Получив положительный отклик, медиа-центр совместно с УКК ОМК приступил к издательству книги. Мы работали над ней несколько недель. Это были действительно интересные дни. Мы спорили с молодыми сотрудниками о том, что не надо было бы вмешиваться в текст, и мы в него не вмешивались. У нас не было задачи рассказать о войне. Они многие, много уже известно, все знают. Главное было познакомить с Дедом Андреем всех, кто к этому может быть готов. Главное, чтобы среди новых его знакомых были наши дети. Дневник Деда Андрея – это 150 страниц, в которых объединены воспоминания самого рядового Авдеева, дневник его жены Анны Тимофеевны и письма дочерей Любы и Веры. Записи начинаются с города Гнивани, Винницкой области. По ходу чтения происходит постоянная передислокация. За Павлоградом следует Новомосковск, Полтава, Чуфичево, Прохоров, Ковалуйки, Воронеж, Чебаркуль, Минск, Чехословакия. Автор с достоверной точностью описывает огневые будни бойцов Красной Армии, быт населения городов и деревень, отношения гражданских к советским солдатам. Пишет о своем виде непроисходящего. Описываемые детали восхищают читателя. Именно они делают книгу уникальной, раскрывая историю Великой Отечественной войны и отдельной советской семьи, пережившей много радостей и горестей. Когда читаешь вот здесь, когда читаешь напечатанное, когда читаешь с листа, когда читаешь с бумаги, когда читаешь с экрана монитора, это совершенно разные почему-то вещи. Но не чувствуешь ты того человека, который писал. Вот здесь вот чувствуешь. Это чувствуешь настолько глубоко и настолько пронзительно, хорошо, наверное, вот здесь написано, что когда открываешь уже вот эту книгу, ничего не меняется. Чувства остаются те же. Печатная копия военных записок Андрея Авдеева называется «За счастье детей». Книга пронизана любовью к своей семье. В заключительной главе опубликованы милые детские рисунки, присланные Любой и Верой папе вместе с письмами. Из множества мелких дневниковых отрывков писем любимой женщины, «Светлая надежда» от детского наивного взгляда на мир собирается единый уникальный пазл. Книга выпущена тиражом всего 50 экземпляров. Она разойдется по библиотекам Староскольского городского округа, станет жемчужиной краеведческой литературы. О важности издания дневника в своем выступлении говорил член Союза журналистов России, лауреат Всероссийской премии «Прохоровское поле» Виктор Вербкин. Содержание этого материала наполнено драматизмом, он наполнен экзистенциональным смыслом. Ведь он описывает рутину войны, солдатский пот, солдатскую кровь, ежедневную, ежечасную. Невидимую многим, даже командиры, может быть, высшие, не знали, как это дается солдатам. Смена позиций, новые окопы, новые траншеи, новая установка орудий и так далее. Это все ведь не так просто. Это как понятно. Но вот Андреев, он сумел это очень зримо, выразительно нам рассказать. И, конечно, в этом ее высочайшая ценность этой книги. Сравнительный анализ книги дал председатель Староскольского отделения Российского военно-исторического общества историк-краевед Евгений Евсюков. Ну, одно дело читать газету, когда все фрагментарно, и когда появилась уже книга. Книгу я проглотил просто, ну, как бы в один присест. Я очень благодарен Лене, значит, она так по-человечески, так тонко, так душевно, значит, ну, мудро, она вот прям было записала, написала к этой книге. Значит, там нет фальши. Я почувствовал, что она, именно это ее искреннее такое мнение. От идеи до воплощения. Как у любой книги, у дневника сложилась своя история. Есть свои идейные вдохновители, талантливые издатели и целевая аудитория. В своем выступлении начальник управления корпоративных коммуникаций ОМК Михаил Каширин рассказал о том, кого он видит главными читателями дневника деда Андрея. Дети наши, внуки, они же не будут теперь общаться с этими участниками Великой Отечественной. Их нет физически. Поэтому считаю, что это дело большое. Когда я все-таки прочитал эту рукопись, ему обязательно надо публиковать в газете «Электросталь». Пусть металлурги почитают. Обязательно сделать книгу, чтобы ее почитали в городе. И я, знаете, я первый раз проникся, когда начали печатать в газете «Электросталь», народ начал кричать, а где это, можно всю почитать. Не можем ждать целую неделю, чтобы прочитать следующий выпуск. Тогда я окончательно понял, что мы вообще правильную вещь делали. Я вас всех поздравляю с этим. Не потому, что мы в ней участие принимали, это дело 20-е. Это действительно, в городе это важная вещь. Я вас прошу, показывайте вводную часть, показывайте эту газету «Электросталь», показывайте книгу, рассказывайте, потому что мы должны помнить, наши дети должны помнить, что это такое. Мы обязательно в свою очередь будем о ней рассказывать. Мы будем показывать нашим читателям, что такие книги есть. Конечно же, можно и поблагодарить ту семью, тех родственников, которые сохранили все эти материалы. Ведь не каждый человек может похвастаться тем, что у него есть дневник. Не каждый человек может похвастаться тем, что он знает, где его дед, который воевал на войне, похоронен. Поэтому, как только эти книги появятся в наших библиотеках, мы обязательно сделаем выставки, мы обязательно сделаем презентации. И я надеюсь, что каждую книгу, вот такую дневник деда Андрея, прочтет каждый из наших читателей. Впечатлениями от знакомства с дневником поделилась журналист, лауреат Всероссийской премии «Прохоровское поле» Ирина Фролкина. Она рассказала, как по ходу чтения делала пометки в своем блокноте. Запоминающихся отрывков моментов было много. И они до сих пор ее восхищают. Сергей Васильевич Коршиков лет 10 назад сбросил мне рукопись и попросил почитать, дать свою оценку, нужно ли это людям или нет. Я была до такой степени поражена. Я читала, потом ночь не спала, у меня вот слезы меня захлестывали, потому что там были потрясающие моменты в этой рукописи, которые при всей моей начитанности не проходили ни в одной документальной, ни в художественной литературе, ни в художественных фильмах. Вот такие эпизоды были описаны в этом дневнике. Я никак не могу воспринять автора дедом Андреем. Он такой красавец на фотографии. Но фотографии я увидела гораздо позже. Я тогда Сергею Васильевичу сказал, надо издавать. Презентация рукописи получилась интересной и душевной. А по-другому и быть не могло. Обсуждать книги всегда интересно. А если публицистика новая по содержанию, она удивляет и оставляет приятное послевкусие. Словом, случается волшебство. Оно и случилось с его вдохновителями и издателями, и будем надеяться, многочисленными читателями, которые обязательно пройдут тропами войны вместе с минометчиком Андреем Авдеевым. Все сюжеты нашей программы можно увидеть в YouTube, на канале Осколл-Сити, а также на одноименном информационном портале. А на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова